Сельское хозяйство Сельхозпроизводство 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 В Крыму является водообеспечение Перекрытый в 2014 году Украиной Северокрымский канал Обеспечивал около 85% Водных потребностей полуострова И утрата этого ресурса Привела к сокращению выращивания Водозатратных сельскохозяйственных культур Так от производства риса Пришлось отказаться А пассивные площади ряда других культур Совершенно сократились Виноградарство уже смогло адаптироваться В условиях дефицита воды Увеличивалось как площадь Так и валовый сбор с виноградников Стратегия развития сельского хозяйства В Крыму Включает в себя действия За счет водосберегающих технологий И постройку новой инфраструктуры В частности Переход на выращивание культур С низким потреблением воды А также внедрение технологий Капельного орошения И дотации на закупку оборудования Полив садов с помощью конденсата Сборников Извлекающих воду из влажного воздуха И другие технологии Аграрный сектор Один из ведущих в экономике Крыма Географическое положение полуострова Его почвенно-климатические условия И ресурсы Определили индустриально-аграрный путь Развития экономики республики В последние годы Сельхозпроизводители Крыма Смогли значительно увеличить Парк сельскохозяйственной техники И закупить современные машины Особенно возросло количество комбайнов Жаток и машин для топлива Также возрастает объем инвестиций в отрасль И механизмы поддержки аграриев Уважаемые телезрители Мы традиционно в прямом эфире Просим вас принять участие в нашем онлайн-голосовании Довольны ли вы качеством Крымской сельскохозяйственной продукции Да, либо нет Пожалуйста, активно принимайте участие В нашем голосовании Алина Зимовна У нас традиционно сейчас самым актуальным вопросом Является сбор урожая И для аграриев это особенно актуально Сбываются ли прогнозы И какой продукции наша республика уже успела запастись Для формирования урожая текущего года Были благоприятные условия И осенью прошлого года И весной Поэтому сейчас мы можем говорить о том Что мы полностью завершили Уборку ранних зерновых колоссовых культур И валовый сбор на сегодняшний день Составляет 1,7 млн тонн Ранних зерновых колоссовых культур Продолжается уборка плодово-ягодных Овощей Сейчас в самом В начале Уборка винограда Поэтому Мы надеемся Что те ожидания Которые мы Планировали по сбору урожая Они все сбудутся И мы Сможем обеспечить продуктами питания Наших жителей Да, вот вы вспомнили про виноград Наши коллеги Службы новостей Были как раз свидетелями Как происходит уборка урожая И давайте посмотрим И мы Собственно сюжет Из нашей Дружественной студии Новостей Пожалуйста За урожай Чтобы каждый год Они И так до конца Сто метровки Острым секатором Главным инструментом Виноградаря Министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин Срезает первую гроздь Черного винограда За урожай в Крыму Все Сбор винограда В селе Вилино Открыт Крымские вина Славятся своим Насыщенным вкусом Все потому что Сырье для них Растет в лучах солнца И на крымской земле Этот сорт называется Пино черный Из него делают Шампанское И сухие красные вина Саженцы из Сербии И Италии Высадили здесь Четыре года назад Всего 800 гектаров Пусть он небольшой Но сегодня Качество и сахар Этих сортов винограда И вот мы видим Созревшая лоза Дает нам знать о том Что перспектива Будущего года Вот в этом винограде Очень огромная За три дня Вилино планируют Убрать все До последней гроздья В селе Табачное Бахчисарайского района Сбор урожая Ближайшие три года Не предвидится Виноград высадили Только в конце весны Этот маленький зеленый куст Посадили еще в мае 2019 года Это сорт винограда Называется мерло Технический сорт винограда Из них делаются вина Всего здесь посадили 85 гектаров Такого сорта Восемь видов австрийских саженцев Поливают только вручную И поля будут обрабатываться Нашими силами Перерабатываться виноград Тоже нашими силами И может быть В скорейшем будущем Вы попробуете Вино нашего производства Наталья Демчук Собирает виноград Уже два года Ежедневно Ее бригада Из 25 человек Срезает до 4 тонн Спелых столовых ягод Этот сорт Называется Аркадия Он самый сладенький Столовый сорт Сейчас техническая зрелость Самая последняя Потому что уже Он напитался соком Отличным Очень вкусненький Вот мы собираем его Прямо сразу на свежий вид Чтобы сразу его продавать Прямо с Бахчисарайских полей Виноград попадает на крымские рынки Средняя цена столовой Аркадии 100 рублей за килограмм Белый это Аркадия виноград Наш крымский тоже Это кардинал Кардинал как бы не такой сладкий Но он мясистый Очень такой вкусный виноград Это как из элитных сортов считается Это садовый виноград Сада Крымский виноград экспортируется В Санкт-Петербург, Москву и Екатеринбург Всего в 2019 году Крымские аграрии Планируют собрать 80 тысяч тонн винограда По 55 центнеров с гектара Эльмас Аблакимова, Асан Зевадинов Телеканал Миллет Алимина Зимна Ну собственно виноградарство И крымские винограды Такая визитная карточка нашего региона Существуют ли какие-то сложности Для того чтобы добиться вот таких результатов И собственно каковы перспективы Развития виноградарства у нас в республике Ну виноградарство естественно это Приоритетная отрасль для республики Виноградарство и виноделие И учитывая этот объем государственной поддержки Который в последние годы оказывается Для развития этой отрасли Мы видим что ежегодно увеличивается закладка Многолетних насаждений И виноградников в том числе В этом году мы планируем заложить Более 800 гектар виноградников Большая половина из них уже заложена Этот сюжет который мы только что смотрели Это один из инвестиционных проектов Которые реализуются в республике Крым С таким большим количеством закладки Площадей под виноградниками Перспектива для развития виноградарства Конечно же есть И самое главное для дальнейшего Увеличения объемов закладки По виноградникам Это обеспечение посадочным материалом Как мы уже слышали в основном Посадочный материал он привозной Это Сербия, Австрия, Франция И сейчас учитывая что в республике Крым Заложен всего первый питомник По виноградарству В ближайшем будущем он сможет обеспечить Конечно посадочным материалом Наших крупных производителей Наталья Владимировна на ваш взгляд Какие направления развития сельского хозяйства У нас в республике являются наиболее актуальными И видите ли вы какие-то сдерживающие факторы Ну если говорить о том что виноградарство Это один из приоритетов Крыма То вторым или может быть наряду Я бы поставила ферма с личной культурой Что такое ферма с личной культурой Если использовать современную лексику То в советский период Это были брендовые культуры для Крыма Крым был ключевой зоной Ключевым регионом На котором держалась отчасти Вся ферма с личной отрасль Почему? Здесь с 65 года был организован институт Всесоюзно-научно-научно-исследовательский институт И ферма с личной культурой Вошедший в 1971 году В организованное НПО Научно-производственное введение Фермасла Это была ключевая и научная И научно-производственная организация Для всего Советского Союза И по всем регионам Были опытные станции И были соответствующие плантации В соответствии с особенностями региона Основными культурами в Крыму Были лаванда, роза И шалфей мускатный И надо сказать, что производство эфирного масла Лаванды доходило до 100 тонн в год Шалфей 15-20 тонн в год Это было до 60% от общего производства В Советском Союзе Розовое масло производилось до 1,5 тонн Тысяч тонн Это 30% от общего производства И я считаю, что эти культуры Это не только мое мнение Менее всех тех, кто занимается в этом направлении Что это весьма перспективное направление Особенно в связи с тем, что Крым сейчас потерял Возможность орошаемого земледелия На значительных площадях А эфиромасличная культура не столь капризна Не столь требовательна к условиям возделывания Как, скажем, рис и соя Которые ушли с севера Крыма И мы вполне можем предложить ряд культур Которые пойдут на смену этим И если можно, я еще бы добавила вот что Основная культура сельскохозяйственная Это, конечно, зерновые Но давайте сравним наши регионы Наш регион и Ставропольский, Краснодарский край Если взять зимую пшеницу То урожайность в Крыму Это примерно 70% от урожайности в Ростовской области И около 50% от урожайности в Краснодарском крае То есть сейчас, особенно с открытием Крымского моста Доставка сюда зерна и продуктов От зерновых культур В общем-то, достаточно уже будет простая И мы насытимся даже привозной продукцией Это, безусловно, не снижает необходимость Возделанных этих культур в Крыму Но, тем не менее, они по сравнению с фермосличными культурами С тем же кориандром Рентабельность их значительно ниже И если в советское время Основными культурами были три перечисленные То сейчас, вот с начала этого века Большие площади уже занимает кориандр Это очень гибкая и очень рентабельная культура Которая, конечно, зависит от мирового рынка При большом спросе на мировом рынке Площади, занимаемой кориандром Доходили уже почти до 50 тысяч гектаров Так что перспективы для фермосличной культуры Весьма большие И я считаю, что самая основная задача Это перевести потребителей фермосличной продукции А это парфюмерно-косметическая, пищевая, фармацевтическая И ряд других отраслей на отечественное сырье Это будет и выгоднее, и дешевле Потому что на импорт продукции Которая является сырьем для этих производств Затрачиваются миллионы долларов США Ежегодно Почему бы нам не вернуться к былой славе Нашей страны и Крыма в первую очередь Если можно, я бы хотела сказать О тех проблемах, которые преодолеть на этом пути Необходимо Прежде всего, случилось так Что с тем, что исчезла наша фермосличная отрасль И нашей фермосличной культуры Не входят в перечень культур Который был создан в связи с распоряжением 79Р небезызвестным Куда вошли ряд сельскохозяйственных культур Все основные культуры И фермосличной культуры не попали Кроме кориандра Соответственно, мы не имеем ни статистических данных Мы не можем прогнозировать спрос на эту культуру И, кроме того, сельскохозяйственные производители не имеют льгот и поддержки В связи с тем, что отсутствуют в данном перечне эти культуры Мы получаем очень-таки скудные сведения Среди общих специй и прочее, прочее А фермосличной культуры нужно хотя бы порядка 18 основных культур вводить в этот перечень Это значительно ускорит возможность восстановления этой отрасли Давайте сразу дадим прокомментировать министерству Да, к сожалению, и фермосличная культура Они не попали в перечень сельхозпродукции Которая попадает под государственную поддержку Мы в течение этих последних лет пытались донести до федерального руководства Что необходимо внести изменения в перечень Так как для Крыма это очень актуальная проблема на сегодняшний день И, в принципе, нас слышат и нормативные документы готовятся Но, независимо от этого, в бюджетном планировании на следующий год Из республиканского бюджета мы запланировали средства на поддержку Именно в фермосличной отрасли это будет впервые Потому что ждать, может быть, внесения изменения в законодательство будет очень долго А поддержка уже нужна сейчас, так как фермеры Мы видим, есть ряд предприятий, которые сажают фермосличную культуру И увеличивают площади Поэтому в обязательном порядке их, конечно же, нужно поддерживать И стимулировать для того, чтобы увеличивались площади Поэтому со следующего года эта государственная поддержка уже будет Да, Наталья Владимировна, какие еще шаги должны быть предприняты Чтобы данное направление вышло хотя бы на уровень 80-х годов Хотя бы Это блестящая была бы перспектива Это же был пик, да? Десятилетие пика развития фермосличной отрасли Да, в 80-е годы это основной момент, когда была наиболее представленная фермосличная отрасль В нашей стране, в Крыму в частности Но надо сказать, что наш институт, в который вошел институт фермосличных и лекарственных растений В нашем институте разработана программа возрождения фермосличной отрасли Ну, прежде всего, в Крыму, соответственно, Крым будет тем пионерским регионом От которого начнется возрождение этой отрасли Для этого есть у нас все основания У нас, во-первых, благоприятные условия почвенно-климатические Которые позволяют выращивать кроме перечисленных четырех культур Еще большой ассортимент фермосличных культур У нас есть две основные организации, которые занимаются селекцией этих культур В нашем институте Наш институт является, собственно, коррегинатором 41 сорта 13 видов фермосличных культур И 21 сорт, автором которого является Никитский ботанический сад То есть 62 сорта Аналогом многим сортов нет материковой части России Так что отсюда мы можем дать сходную точку Николай Дмитриевич, чуть ранее в этом году Во многих информационных агентствах прошла информация о массовой гибели пчел Насколько эта информация соответствует действительности? Как вы в целом можете охарактеризовать развитие данной отрасли у нас в Крыму? Ну, действительно, в июне, в начале июля В порядка 20, в 25 регионах Российской Федерации От, ну, как сейчас уже установлено От обработок полей пестицидами погибло порядка 40-50 тысяч пчелосемей Ну, это регионы Центральная Черноземья, Алтай сюда вошел Немножко юг России И, конечно, это существенно Хотя, если верить статистике, это все лишь 0,1% от общего количества пчелосемей в Российской Федерации Но если взять каждого пчеловода Отдельно взять пчеловода То для него это очень существенная такая Даже, можно сказать, трагедия Ну, во-первых, пчеловод, который занимается много лет, это дело его жизни И чисто моральный фактор Ну, а материальный, поскольку он зарабатывает себе на хлеб, скажем так Занятием пчеловодства, производством меда То еще и потеря этого продукта, потеря дохода и в том числе Крым эта беда обошла Почему так получилось? Ну, в тех вот регионах очень большие площадя возделываются рапса и горчицы И в этом году так сложились у них условия, что была вспышка вредителя Цветоеда, так называемого, в обиходе называют И сельхозпроизводители начали массово обрабатывать поля Засеянные этими культурами Но поскольку, опять же, есть пестициды разного класса опасности Сначала применяли там третьего класса опасности А потом все сильнее и сильнее Вот поскольку погода не позволяла И вот проходилось обрабатывать неоднократно Ну, а это вызвало такую массовую гибель пчел Вот в этих регионах В Крыму эта беда нас миновала В таком массовом были единичные случаи Но я скажу, что здесь для решения этого вопроса Вообще-то должно быть взаимодействие как сельхозпроизводителей Так и непосредственно пчеловодов Ну, еще и органов местного самоуправления Тоже немаловажно в этом роль Пчеловоды должны предупреждать сельхозпроизводителей Когда они выезжают со своими пчелами на поля О том, что они там будут стоять Или в другом месте Вот, чтобы сельхозпроизводитель знал И до начала обработки Чтобы он мог предупредить, естественно, пчеловода Но хотя у нас были случаи, когда В прошлом году в Красногвардейском районе Где сельхозпроизводитель Видят, что там стоят пчелы Но обрабатывал Среди бела дня Когда идет массовый лед пчелы В этом году, как я уже сказал Были единичные случаи Но массовой гибели не было Что касается Вообще развития пчеловодства Я скажу, что Ну, не побоюсь этого слова Пчеловодство у нас, к сожалению Как пасынок Пока что вот на таком уровне Здесь, на нашем уровне Крымском Мы находим Ну, наша организация Пчеловоды Находим взаимопонимание Вот с профильным министерством С руководством министерства Да, есть поддержка в виде грантов Начинающим фермерам Ну, я скажу, что только единицы Там буквально порядка 10 Где-то пчеловодов Как фермеров Начинающих получили такую поддержку Но Вообще-то Как вот говорили О эфиромасличном Производстве Пчеловодство процветало В советские времена процветало СССР стоял Занимал передовые места По производству меда Ведь это Ни для кого не секрет И все это знают Ну, а потом пришел Упадок, распады Все Пчеловоды остались сами по себе Были ликвидированы Непосредственно Такие центры управления Пчеловодством Это областные пчелоконторы Которые занимались Поддержкой, развитием Контролировали Зоотехники были районные Эта вся структура ушла Сейчас нет Ни в Нашем В наших Профильных министерствах Или сельхоз Какие-то там Организации На В регионах Субъекта Федерации Нет Даже Какого-то человека Отдельно Который бы занимался Вопросами пчеловодства На постоянной основе Лоббировал бы Наши интересы Все Нет Никакой программы Национальной программы Поддержки Вот мы сейчас Слышали там Значит Виноградарям Да Есть поддержка Есть поддержка Садоводам Идут компенсации На капельное орошение На саженцы Пчеловодам Нет никаких Компенсаций На их затраты А затраты Не маленькие Я приведу Просто пример Вот европейских стран Где Государство Выделяет Непосредственно Финансирует Компенсирует Затраты Пчеловодам На приобретение Оборудования До 60% Доходит Здесь убивают Два зайца Во-первых Это стимулирует Непосредственно Отечественного Производителя У нас есть Хорошее Дорогостоящее Оборудование Наше Российское Создаются Новые места Покупая И естественно Пчеловод Будет приобретать Обновлять Свой так сказать Парк Ведь есть Прекрасное Оборудование И для Откачки Меда Станки Медогонки Кроме того Лекарства Пчеломатки И так далее Ведь Пчелы Вообще-то По большому счету Это не только мед А это опыление Буквально Порядка 95% Опыляемых Эфиромасличных Культур Тех же Садов Опыляются Пчелами Поэтому Этот вопрос Очень важен Я считаю Что для государства Очень важен Спасибо большое Дмитрий Юрьевич Какие главные Тенденции Вы наблюдаете У нас в республике По развитию Рыбной отрасли Ну Рыбная отрасль Это Своеобразная Сфера Она точно так же Зависит И от Пчел Которые Пыляют И от Агрокультуры Которые Точно так же Имеют Свойства Обрабатывать И от Литосферы От атмосферы От температурного Климата И так далее Самое главное Это Акватория Черного моря Это Те Бескрайние Угодия Которые Можно заселять Использовать Понижая Рентабельность Соответственно При выращивании Продуктов Морепродуктов Или Ихтиопродуктов То бишь Либо Это Устрицы Мидии И морские Виды Рыб Но при этом Надо же брать Где-то Рыбосадочный Материал Это Обязательное Условие Возить его Откуда-то Это Очень Интересный Вопрос Потому что Самая Сложность В адаптации Она может быть Успешной Может быть Неуспешной Может быть Момент Такой Что Адаптация Пройдет Успешно Но в последующем Постепенное Пусть незначительное Как сказать Влияние Оно Все равно Не даст Их успехов Которые Должны были быть Или какие планируются Но самое главное Это море Его надо Заселять Его надо Использовать И это Уникальный Уникальное Водопользование Это не просто Обеспечение Каких-то Условий Пусть это Стоянка Котеров Яхт И тому подобное Это Использование Воды В биологическом Процессе Это Не Это Рациональность Это Благородность Это Не Вредит Никоим образом Самой Акватории Самой Гидросфере Самым Водным Биоресурсам А Знаете Один момент Такой Что Вроде бы Вода Это вода И Биоресурсы Водные Они Нескончаемы Они разводятся Их можно Ехать Ловить Идти в море Ловить Неводом Ситными И так далее И тому подобное Но Они кончатся Все равно В любом случае Как бы мы не хотели Потому что Численность Человечества Она не уменьшается Это очевидно Это понятно И единственным моментом Это решать Это искусственное воспроизводство Это В любом случае Выращивание И поддержание Естественной численности И искусственно созданной численности Даже Как сказать Популяций Водных Биоресурсов Так как Водные биоресурсы Они Это тот продукт Которым можно питаться Всю жизнь И Будет достаточно Тех необходимых микроэлементов И веществ Которые необходимы Для жизни человека Насколько у нас В республике Скажем Открыты возможности Для развития Именно этого направления Развития направления Искусственного воспроизводства Рыб Здесь Очень Специфичный вопрос Не каждый Вид рыбы Можно выращивать Это Это анодромные Это местные Туводные Или те Которые можно Адаптировать Акклиматизировать Но не каждый вид Можно адаптировать И так как Если будет Какая-то Какие-то Форс-мажорные обстоятельства И в свободную волю Выйдет Тот вид Который Никогда не обитал Он Неизвестно К чему Может привести Это Прогнозирование Пальцем Небом Не поможет Не раскажет А выращивание Тех видов Которые уже Здесь были Есть и будут То бишь Это естественные условия А Для Рыбоводства И акультуры Идеальные условия Это максимально Приближенные К естественным Можно выращивать Пусть там Бетонные бассейны Ванны Там Как угодно Но это будет Неэффективно Это будет Некачественно Это будет Как сказать Не перспективно Бесполезно Не перспективно Все верно Юрий Борисович Какие инновационные Разработки Вашего научного центра Способны Помочь Развитию сельского Хозяйства Нашей республики Ну я бы хотел Начать с того Что Действительно Тема которая Сегодня затронута Тема актуальная Просто потому Что Напомнить хотелось бы 50 процентов Продукции Ну скажем так Молочной К примеру И это официально На официальном уровне Сказано Продаваемых В нашей торговой сети Это продукция Не натуральная Это ничего Не имеющего Общего с молоком Например Это же касается Мясной продукции Это же касается Соковой И так далее Поэтому Естественно Вопросы выращивания Натуральной Экологически чистой продукции Сегодня очень важны Безусловно С учетом этого Учеными Нашей академии Ведется работа Давно уже Достаточно давно И у нас есть Объединенные наработки Столетняя история Нашего Учебного заведения Позволяет нам Об этом говорить Ну что касается Растеневодства Скажу сразу Направления какие Безусловно В этих условиях Нам необходимо Дать рекомендации Производству По За сухоустойчивым Культурам В этой связи Хотел бы отметить То что Начиная где-то С начала 90-х годов В нашем ВУЗе Создано И подано Зарегистрировано В реестре 15 сортов Сорга Которые могли бы С успехом Как технические сорта Сахарные сорта Использоваться В сельхозпроизводстве Вот в этой связи Кроме того Естественно Это упор На те культуры Скажем так Средне спелые Культуры Если мы говорим О плодовых Почему? Потому что Ранне спелые культуры Как показала жизнь Учитывая наши Рискованные условия Выращивания плодовых Не дают того эффекта Который мы хотели бы получить Поэтому естественно Здесь упор На развитие Выращивания Скажем таких Культур Которые Средне спелых Я уже сказал Что касается Скажем ранних Ранне спелых Супер ранне спелых Культур То безусловно Это направление Перспективное Выращивание винограда Плодовых В условиях теплиц Что на сегодняшний день Является Таким хорошим направлением Над которым мы работаем Кроме того Естественно Это Исследование Разработка технологий Выращивания Орехоплодной продукции Это продукция Которая не требует Большого количества влаги Но зато Мы с помощью Этих культур Сможем возобновить Вот мы сегодня Вспоминаем Каждый из моих коллег Вспомнил Те годы Советские И вспомним Те лесопосадки Которые Охраняли наши Поля От Ветроэрозии И кроме того Это те культуры Которые Неприхотливы К Влаге Это и технологии Ускоренного получения Саженцев Семечковых культур Безусловно О них тоже нужно говорить Это элементы Экологической технологии Получения Картофеля Если взять Направление Животноводства То безусловно Наши ученые Работают В исследовании И поиске Оптимальных решений На ранних стадиях Диагностирования Лечения Животных Сельскохозяйственных Безусловно Это вопросы Оптимизации Кормления У нас специалисты Работают над этим Ну и целый комплекс вопросов Который связан С механизацией С техникой Оборудованием Для сельского хозяйства В частности У нас очень неплохие Наработки В направлении Выращивания И уборки Плодовых Культур И многолетних И винограда В частности Это опрыскиватели Разработки наших ученых Это туннельные опрыскиватели Ну в частности Приведу пример Мы сегодня в сюжете Видели И показывали нам Как На южной бережи Выращивается виноград Самый дорогой Самый вкусный Самый востребованный Это с одной стороны А с другой стороны Там же У нас зона отдыха Наших Отдыхающих Которые туда стремятся И не без оснований И вот здесь Немножко сталкиваются Интересы Какого плана Нам необходимо Обрабатывать С одной стороны Этот виноград Чтобы что-то получить Потому что без этого Нельзя А с другой стороны Это экологическая зона Вот такие разработки Скажем Такого туннельного Прыскивателя Дают нам возможности То есть это локальная Точечная обработка Со снижением Расхода Химикатов С уменьшением Загрязнения Окружающей среды То есть Вот с экологической Точки зрения Кроме того Это и Устройство Это столбоставок Которые были Значит разработаны Это устройство Для Скашивания Сорняков В междурядиях Это целый комплекс Машин Почвообрабатывающих Который Который направлен Не будем забывать Устройство Парадокс Те предприятия Те предприятия Те предприятия Которые Министерства К сожалению Поддержку Получить Министерство Которые Которые будут Привлекать На работу Выпускников Высших Учебных Заведений То есть Это будут Различные Компенсации Затрат На проживание Питание Студентов Которые Находятся На практике Либо Возмещение Затрат По договорам На обучение Этих Студентов Но опять же Это касается Только Студентов Вузов Которые Подчинены Министерству Сельского Хозяйства Российской Федерации Наша Академия Биоресурсов К сожалению Под эту Программу Не попадает Мы уже Озвучили Этот проблемный Вопрос В профильное Министерство Ждем Реакции Ждем решений По этому вопросу Но со своей Стороны Мы для того Чтобы привлечь Наших выпускников На сельскохозяйственные Предприятия Тем самым Обеспечить Кадрами Наших Производителей Мы уже Третий год Реализуем Меру поддержки Это в виде Социальных Выплат Это поддержка Кадрового потенциала То есть Выпускники Но здесь конечно Нет ограничений Это могут быть Выпускники Любых Аграрных Вузов И Нашей Академии И Вузов С материка Специальных Технических Учебных Заведений Это социальная Выплата Для выпускников Которые Трудоустраиваются На сельскохозяйственные Предприятия И Еще больше Стимул Идти работать Именно Сельскохозяйственные Предприятия А сумма Там какая? Сумма Для выпускников Высших Учебных Заведений 250 тысяч Для техникумов 50 тысяч И со следующего года Мы планируем Увеличить До 500 тысяч Это Высшее образование И Среднеспециальное 350 тысяч Наталья Владимировна Мы Сейчас Как раз Обсуждали Вопрос Инновационных Технологий Действительно Развитие Сельского Хозяйства Невозможно Без современных Технологий Без инновационных Технологий Какие разработки Собственно Вами Ведутся И как Вы в целом Можете охарактеризовать Конкурентоспособность Нашего региона Вот в этом Разрезе Если Придерживаться Той программы Возрождения Ферма Сличной Отрасли То в ней Предусмотрены Многие моменты Но Даже В самые тяжелые годы Не останавливался Процесс селекции Об этом Я уже сказала Сейчас Большое внимание Уделяется Привлечению Молодых Специалистов В состав нашего института Как и состав Других Высших Учебных Научных заведений У нас В этом году Открыта Новая лаборатория Одна из По-моему 20 лабораторий Открытых В стране Это лаборатория ПЦР-анализа Вернее Она называется Более сложной Но в том числе И таким образом Мы сейчас Начинаем Совместное Следование Совместную работу С Краснодарским Технологическим Университетом Ведь известно Что в советское время Вот составе НПО и фирмасла У нас был В селе Крымская Роза Крупнейший завод По переработке Фирмастичного сырья К сожалению За последние годы Это все было утрачено Завод разрушен И нам нужно Возрождать Переработку То есть Не продавать сырье Не продавать То, что можно Получить Более дорогую Более высокую Прибыль от этого И нам нужно Восстанавливать Переработку Хотя в Крыму Конечно Не загрешить Есть несколько фирм Но это буквально Три-четыре-пять фирм Которые И выращивают И перерабатывают У них есть Неплохая продукция Но это Что называется Капля в море И нельзя их обвинять В этом Потому что Есть какие-то Проблемы с реализацией Были Разорваны Те связи Которые существовали В Советском Союзе Между потребителями И производителями Их нужно восстанавливать Это сложно Но это нужно И как мы считаем Вот прежде всего Для нашего института Нужно провести реконструкцию И организовать Такое Образово-показательное Хозяйство Так сказать Полигон На котором будут И воспитываться И даваться консультации Экспериментальное Производство По выпуску Инновационной продукции Чтобы можно было Не просто говорить А вот возможно Из этого получить Масло Еще что-то А именно реально Получать Пусть в небольших Объемах Небольших количествах Эту продукцию А это не только масло Это и гидролаты Это воска Это экстракты Биоконцентраты И прочее 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 Вот Чтобы можно было Давать для тестирования Потребителям Чтобы они видели Что реально В нашей стране Возможно получать Качественную Хорошую продукцию И должна сказать Вот речь шла О животноводстве Кстати Известно Что в большинстве Европейских стран Сейчас отказываются От использования Антибиотиков В животноводстве И птицеводстве И замены Фитобиотиками Так вот Эфирные масла Они являются Обладают Антибиотическими Свойствами Есть конкретный Ряд Растений Для которых Эти масла Особенно актуальны Это тот же Чабер Тиньян Душица То есть Растения Эфирные масла Которые содержат Тимол И корвакрол И вот Работа в этом направлении Позволит Получить Биопрепараты Фитобиотики Которые будут Использоваться Именно В ветеринарии То есть Мы будем Есть то Что будет полезно Для нас Потому что То что едят Животные Едим мы Соответственно Это ведет Весьма негативные Последствия То есть Спектр использования Эфирно-сличных растений Эфирных масел Весьма широк Говорить об этом Можно очень долго Спасибо большое И еще Скажу два слова Если Речь Будет идти о том Чтобы Насколько перспективно Восстановление Наш институт занимается Семеноводством Мы выращиваем Элитные Семена Посадочный материал В тех объемах Которые пока удовлетворяют Крымских производителей И Поступают За пределы Крыма При необходимости Это все Необходимо будет расширять К качеству продукции Мы сегодня Обязательно вернемся Но давайте Теперь передадим Слово Николаю Дмитриевичу Решилась ли проблема Размещения пасек На лесных участках Потому что Какое-то время назад Это был достаточно актуальный вопрос Ну Этот вопрос Возник Актуальным стал С момента Вхождения Крыма В Российскую Федерацию Я напомню Что Про Украину Был очень Был очень простой Такой механизм Постановки Пасек В лесных массивах И Многие пчеловоды В том числе Вот и я Мы выезжали Весной В Херсонскую область Где Очень большие массивы Белой акации Потом Выезжали в наши Крымские горы Где есть Леса В горную местность Где есть Массивы Липы И кроме того Горного разнотравия И был простой механизм Мы проходили В лесные Учреждения В лесхозы Так называемые Получали Просто лесной билет В котором указано Было Вот такой там Кордон Такое-то место Ты становишься Это была платная Сначала услуга А потом Даже Отменили Эту Оплату Нас предупреждали Проводили инструктаж Пожарной безопасности И все Когда мы вошли В Российскую Федерацию Мы столкнулись Ну Я считаю Что с абсурдной Просто абсурдной ситуацией Она заключалась И заключается До сих пор Хотя там немножко Я скажу Изменилось Что пчеловод Чтобы стать Поставить свою пасеку Должен взять в аренду Лесной участок А это предполагало Кадастрирование Вмежевание Кадастрирование Это целая процедура И Можно было брать в аренду На 49 лет Но Крым Не был готов К этой процедуре Нас не пускали Даже в лес Пчеловодов Составляли Были случаи Составления Протоколов Ну Вот вы говорите Такая ситуация Она Ушла Или нет Вот в этом году В государственной думе Я вот Являюсь Членом рабочей группы По пчеловодству В государственной думе Я неоднократно Поднимал вопрос Вот чтобы сделать Такую упрощенную Схему И как на Украине И у нас В российской федерации Но почему-то Не прислушались К этим Вот Не только я Поддерживали меня И пчеловоды Участники Этой группы Немножко Вроде бы Как Сделали Послабление Сейчас Приняли Дополнение В лесной Кодекс Российской Федерации Где Пчеловодам Могут Предоставляться Безвозмездное Пользование Лесные участки Не в аренду Но опять же Это опять же За собой Влечет Тоже Межевание Катастрирование И так далее Но мы выезжаем В лес Всего лишь Там На месяц На две На три Недели И все Нам не надо В аренду Этот участок Дайте нам На вот Как про Украине Лесного билета И все Но Принято Приняли Вот эти вот Дополнения В лесной кодекс Но механизм Никто не разработал Как же Должен Предоставляться Этот земельный Участок Безвозмездное Пользование И вот В нашем Министерстве Профильном Куда вошло И вот Лесопользование Они разводят Руками Мы ничего Вам не можем Дать Потому что Нет механизма Выделения Таких участков Но Благодаря Так сказать Вот Такому отношению Со стороны руководства Министерства Как и Министерства Сельского хозяйства Идут нам навстречу И пчеловоды Все таки Выезжают Но это Сегодня министр Один Завтра министр Другой Скажет Нет Вот мы будем Следовать Букве закона И все И вот Вот такая проблема Она до сих пор Существует К сожалению А где здесь решение? Решение? Да Решение в Москве Понятно Скажите пожалуйста По Государственному Частному партнерству Давайте этот вопрос С вами обсудим Как вы оцениваете Перспективы Данного направления И какие вы видите Механизмы Привлечения Скажем Дополнительных инвестиций? Ну Знаете Рыбоводство Оно Глобальное Так не скажешь А ситроводство Это одно Это ваше специализация Да Ну Как бы не специализация Я вообще Их телевок рыбовод Не только Там А ситроводство Допустим Выращивание карповых рыб Это немножечко Другого уровня То бишь там объемы Но рентабельность ниже А у оситроводства Объемы Больших Их Очень тяжело Как бы Потянуть Без государства Очень-очень Потому что это Во-первых Это краснокнижная Она Очень требовательна К условиям К чистоте воды И так Знаете Самому Просто взять Это сделать Это Непосильный вклад Непосильный труд И Это очень-очень-очень И очень тяжело Тем более Когда это нововведение Когда это новообразование А еще Если Это занимается Человек Который не знает Основных моментов Аспектов Который Мог передать Какой-то Наставник Или Допустим Фамильная Родословная Профессия Которая Знаете Уже можно Владеть Навыками И Знаниями Целого Поколения Людей Которые Прожили свою жизнь Дошли до этого Знают Что можно Что нельзя Как получить Откуда Сколько Зачем И уже От этой точки Стартуешь А не заново Проходишь этот тур И государство Оно Прописывает Правила Общие Для общего Рыбоводства Аккультуры Для общего Вида рыб Для общей численности Штук Если это реализация Или это получение Или искусственного Воспроизводства А Сама сложность Отдельных видов рыб Относительно численности Она Отличается И Там Варьируется В десятки В сотни раз И по стоимости И по сложности И по инвестициям И по ресурсам И когда Когда нужно получить результат То там не важно Как это сделать Кто это будет делать Если не получить Или не добиться Или не выполнить Одну из задач То Самое страшное Для любого человека Который занимается Биологическим процессом Это Потеря Утрата Не вернешь Не восстановишь Ну купить можно Но опять Такого же качества Такого же уровня Такого же объема Неизвестно Либо очень 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 Несоизмеримо Дорого А если Утрата То Это все Это Это возвращаешься Там Занимался 10 лет Возвращаешься На первый год Если Не предусмотреть Не обезопасить Не обеспечить Или вовремя Не принять Меры Которые Ну Которые должны были Быть спрогнозированы Ну и соответственно Это не касается Форс-мажорных обстоятельств Это Дело Случа Которое Ну Никто не знает А Государство Конечно Как сказать Очень хочется Очень Очень хочется Быть На Как Короткой Как говорят Ноге Да Что Ну мы работаем Мы Любой рыбовод Это Любой Человек Который занимается Выращиванием Водных биоресурсов Сохранением Размножением Это Человек Который Благородного характера Он Не Берет И не пользуется Ресурсами Ну То бишь Не ловит Эту рыбу В этих морях Океанах И Да Ты поймал Зай переработал Ну да Вроде бы там нет А это Взять С икринки Там с личинки Возиться Это ж дети Это ж Ну Это Тем более Многотысячные А если там Потерять Одно поколение То это поколение Через какой-то Определенный Прежуток времени Который Должно Предоставить Свою Продукцию В виде Как Пищевая продукция Или ихтеологическая То есть два момента Можно получить Пищу Мясо Рыбы Икра Если у частика Это одно У осетровых Это совсем другое Но Вторая продукция Это ценность Это живая Живая продукция Это производители Это посадочный материал Это ремонтное стадо Причем Здесь момент В том Что Когда Занимаешься Там Не важно чем Хочешь посадить Виноградники Ты же Понимаешь Что если ты сейчас Посадишь Определенный сорт То он Обязан Просто вырасти Иначе Зачем туда его сажать Если потом Через определенный промежуток Времени Три, пять, семь, десять лет Когда надо ждать Первого созревания И в итоге Приходишь к упадку Из-за того Что было Недобросовестное Поставление Материала В рыбоводство Это и рыбосадич материал Поэтому Знаете Самое главное Это обеспечивать Собственное производство С собственным Высококачественным Сильным Посадочным материалом Знаете Во время Советского Союза Были стандарты На Сеголетка От слова Сеголета То бишь Это не годовик Это рыба Которая не закончила год 25-30 грамм Средняя масса То бишь Она там В мае Там У нее инкубация То есть она вылупилась И до осени То есть за весь сезон Лето Она нарастилась Всего 25-30 грамм И это было достаточно И товарная масса Уже Была на второй год На третий год 800 грамм То сейчас Ну Каждый Ихтеолог Рыбовод Который Он стремится получить За первый год Очень сильную Особь Там 100-200 грамм Сеголетки То бишь Это в 10 раз больше Это Означает на то Что уже второй год Уже будет начинаться От 200 грамм А не от 25 Это опережение Это Это потенциал То бишь Создается сильное Создается темпо роста Закрепляется Посадочный материал А Если его не закрепить То зима первая Это же Стресс Это падеж Это Ну Никому Знаете Само страшное Падешь От чего Почему Как Уже не важно Если он произошел Ну Крах Все Это конец А Порой Ну знаете Ну не хватает Ресурсов Не хватает Возможности Не хватает Понимания Допустим Даже от того Что Антропогенный фактор Пусть Бывают такие моменты Которые незначительно влияют Ну там Пусть Какие-то Бытовые Источные Воды Пусть это Осадки С полей Если Опять Это были Гербициды Пестициды То они учитываются Относительно Насекомых Как сказать Земных А если Учитывать это Относительно Насекомых Водных То они Могут быть Ну опасны И На самом деле Рушат Всю Сейчас скажу Кормовую базу А это Самое главное Спасибо большое Алимена Зимановна Насколько Сегодня Перспективно Быть сельхозпроизводителем И какие Существуют Стимулы поддержки Со стороны Государства Со стороны Республики Ну Насчет Престижа Этой Деятельности Наверное Говорить сложно Потому что Для того Чтобы заниматься Сельским хозяйством Нужно прежде всего Любить это дело Если нет Любви к земле То Сложно Вырастить Тот продукт Который Ты хочешь Увидеть В результате Своей деятельности Поэтому Быть Фермером Быть Сельхозпроизводителем Это наверное В первую очередь Призвание Ну это Мое личное мнение Что касается Государственной поддержки То она конечно же Осуществляется Ну В больших объемах Хочу сказать Что для всех категорий Сельхозпроизводителей Это от крупного бизнеса До фермеров И индивидуальных предпринимателей Порядка 26 направлений Государственной поддержки На сегодняшний день Мы осуществляем Что касается Поддержки Именно фермеров То они естественно Могут претендовать На все эти 26 Но Наибольшей популярностью Среди них Конечно же Приходится На грантовую поддержку Развитие Фермерских хозяйств То есть Те люди Которые занимаются На приусадебных участках Своих Сельским хозяйством Выращивают там Либо Продукцию растеневодства Либо есть Какое-то поголовье скота Они в принципе Могут организовать Свой бизнес И для начальной стадии Как стартовый капитал Они участвуют В конкурсной программе И получают грант Для своего развития Более 300 Фермеров Уже за эти 5 лет Получили Такую грантовую поддержку Это именно Начинающие фермеры И хочу сказать Что вот в этом году У нас Приемная кампания По грантовой поддержке Уже закончилась И вот буквально Завтра и послезавтра Два дня Будет заседать Конкурсная комиссия На сегодня Мы получили Уже 86 Пакетов документов То есть за два дня Мы на конкурсной комиссии И заслушаем 86 Будущих фермеров Которые смогут В ближайшие 5 лет Развивать свое Фермерское хозяйство Это в основном Начинающие фермеры Те, которые Недавно зарегистрировались Либо зарегистрировались Только в прошлом году И хотят Заняться Посвятить свою жизнь Сельскому хозяйству По данному направлению В этом году У нас еще В рамках Республиканского бюджета Тоже предусмотрена Ведомственная целевая программа Здесь мы уже Направляем Средства поддержки На стимулирование Личных подсобных хозяйств И мелких фермеров В кооперацию Для того, чтобы Возможно было Не только вырастить Свою продукцию Но в результате Этот кооператив Смог ее перерабатывать Либо обрабатывать Для того, чтобы Непосредственно Уже продукт попадал На торговые прилавки И конечно же Нельзя говорить Нельзя не упомянуть О национальных проектах В рамках указа президента У нас в рамках Поддержки малого Среднего предпринимательства Тоже реализуется Региональный проект Тоже система поддержки Фермеров Это так называемые Агростартапы То есть здесь Не нужно сначала Регистрировать Фермерское хозяйство Ты сначала можешь Поучаствовать В конкурсе Если ты становишься Получателем То только тогда Можешь зарегистрировать Своё фермерское хозяйство И уже Как бы Стать Сельхозтоваропроизводителем Выращивать свою продукцию И быть полноправным Производителем Претендовать На другие меры Поддержки Тоже Но хочу сказать Что на сегодняшний день Из двух Двух с половиной Миллиардов средств Которые предусмотрены На государственную поддержку Половина Миллион Триста Один миллиард Триста Триста миллионов Рублей Уже направлены Непосредственно Сельхозпроизводителем Которые используют Эти средства Для того Чтобы Начать Пассивную кампанию Подружек 2020 года Ну и Продолжается Закладка И многолетних Насаждений Ну и в принципе Это животноводство И рыбохозяйственная Рыбохозяйственная Отрасль тоже Еще Пару минут По поводу Рыбохозяйственной Отрасли Мы в последние годы Очень большое внимание Уделяем этому направлению Так как В федеральных Программах Нигде нет Именно государственной Поддержки этой отрасли Мы третий год Подряд реализуем Программу поддержки Именно рыбохозяйственного Комплекса Это и Возмещение затрат На приобретение Орудий лова Модернизацию Объектов И за выращенную Рыбу тоже И что касается Рыбопосадочного Материала У нас С 14 года Работает Крымский рыбопитомник Это государственное Бюджетное учреждение Аналогов Которые нет В Российской Федерации Которые занимаются Выращиванием Именно рыбопосадочного Материала Первые Первых мальков Которые они вырастили В этом году В миллиардативных целях Они выпустили В два Водохранилища Которые будут Как бы Очищены Естественным путем Путем Использования Этой рыбы В водохранилищах И я думаю Что в ближайшие В ближайшие годы Да мы планируем Увеличение объемов Производства Именно Рыбопосадочного Материала Для того Чтобы зарыблять Внутренние водоемы Водохранилища Пруды Реки Для того Чтобы развивать И любительское рыболовство Ну и Рыбоводство в целом Спасибо огромное Юрий Борисович Собственно Климатические особенности Нашего региона Они подталкивают Аграриев Искать Все возможные способы Развития Климатонезависимых технологий Что нам для этого Необходимо? Ну в первую очередь Наработки есть В этом отношении Причем Хотел бы Вот что подчеркнуть В условиях Которые мы оказались Это нехватка Естественно Влаги Наши ученые Предлагают Естественно Подходить К изучению Потребности В том числе И ворушений В первую очередь С позиции Использования Современных технологий Естественно Это Значит Точечное земледелие Естественно Это Значит Координатные технологии В земледелии Естественно Это Дифференцированный подход К внесению И удобрений И влаги Значит В зависимости От конкретного участка Потому что мы привыкли Так Скажем так Вот есть поле Какое-то Значит Большое Да И вот мы должны Внести столько Это столько Это столько Сегодня мы Конечно Уже говорим О дифференцированном подходе Это первое Второе Я уже назвал Те моменты Вы уже Значит В прошлый раз О том Что это Естественно Подход В растневодстве К культурам Которые Значит Во-первых В первую очередь Засухоустойчивые Во-вторых Это значит Среднеспелые сорта Что касается Районирования Еще бы Что я хотел сказать Конечно же Уже коллега Сказала сегодня О том что наверное Нам необходимо Зерно Зерновые культуры Выращивать По Такому принципу Чтобы Удовлетворить Потребности Населения Крыма И отдыхающих А это должны быть Сорта Сильной пшеницы Это Какие-то Небольшие площади Вот Естественно Использовать Те площади Которые на сегодняшний день Свободные Это Пустые Это наша Большая беда Общая И выращивать на них Те культуры Которые характерны Для нашего региона Мы в этом направлении В этом отношении Открыты Мы в этом отношении Опять же Есть у нас наработки Готовы Продолжать Работу В этом направлении Наталья Владимировна Мы уже в нашем Основном сюжете Видели что Основной проблемой Для развития сельского Хозяйства Является водообеспечение Как вы в целом Можете охарактеризовать Текущее положение И что нам нужно сделать Для того чтобы Минимизировать эту проблему Ну вы знаете Вообще Наш институт Он на профильной В том числе И занимается Есть подразделения Занимающиеся Проблемой водного Хозяйства Водообеспечения Крыма Здесь Тоже Разрабатывают Свои программы По использованию Воды Не только Поверхностных Вод Но и поиска Тех вод Которые скажем так Скрыты От глаз И по возможности Извлечения их Для использования Сельском хозяйстве И в этом отношении Есть свои перспективы Есть общее сотрудничество С материковыми Институтами И Разработываются Программы По исследованию Таких возможностей И я думаю Что перспективы Здесь тоже Определенно и существуют Ну и если Мы будем Ориентироваться На грамотное Перераспределение Культур В пределах Крыма С тем Чтобы вода Расходовалась Скажем На овощные культуры Которые нам нужны А степные регионы Использовались Под более Засухоустойчивые Культуры Это будет Тоже своего рода Решением Этой проблемы Надо сказать Что вот Если речь зашла О зерновых У нас Большое подразделение Расположенное В Калипинино Это отдел Зерновых культур И существует Направление Испытание Ряда сортов Взятых Из разных регионов России И прежде всего Из южного Округа Есть два Полигона Так называемых Это в двух зонах В Калипинино И в Белогорском районе Крымская роза Здесь Госпроизводители Могут посмотреть Воочию Убедиться Какой из сортов Наиболее Эффективен Для использования В Крыму Это уже не первый год Проводится Уже есть Наработки По тому Какие сорта Наиболее перспективны Ячмень Пшеница Для рекомендации И возделывания Как отличить мед Настоящий От поделки Ну это только Лаборатория Может отличить А в быту Ну можно Допустим Определить По такому показателю Как наличие Воды Влаги В меде Потому что Мед Нектар Который добывают Пчелы Он содержит Влагу Бывает до 50% Потом они ее Испаряют И доводят До такого Процента Который Не позволяет Уже Забродить Вот Готовому продукту Ну Это просто Берется Мед И с какой-то Высоты Определенной 20-30 сантиметров Выливается В посудинку Он так Складывается Горочкой Вот уже Можно сказать Зрелый мед Иногда Вот Люди Такого Старшего поколения Они проходят Когда мы продаем Мед Приходят с химическим Карандашом Там Говорят А вот Карандаш Но дело в том Что химический Карандаш Он как раз И реагирует На влагу На воду Вот Поэтому Этот способ Он нет А так Вообще-то Ну есть приборы Называется Рефрактометр Который определяет Количество Вот Потому что Если приобрести Мед Который еще Незрелый Есть такое понятие Где Вот Количество воды Превышает Этот предел 20% То он через определенное время Просто забродит И потом прокистит И перейдет В уксус Вот Ну Это довольно редко Таки Но встречается Когда пчеловоды Спешат откачать Мед Он еще Незрелый А так Это только Лаборатория Наша В основном Наша республиканская Лаборатория Она определяет Ну на рынке Еще есть лаборатория Насколько он Качественный А как потребитель Может себя Обеспечить Обеспечить Свою безопасность Себя и своей семьи Качественным товаром Ну В общем-то В основном потребители Они уже Определились Они определились С производителями У каждого потребителя Который Любит мед И приобретает Каждый год У него есть свой Или пчеловод Или Там вот Допустим На рынке Или где-то Бутики Или на ярмарке Уже Или сосед Занимается Или там Знакомые Есть И вот таким вот Образом Приобретает И обеспечивает Таким образом Вот Ну естественно Можно потребовать Ветеринарное свидетельство Ведь на мед Как на любой Продукт питания Выдается Вет лабораторий Животного происхождения Выдается Ветеринарное свидетельство Где уже есть Вот Документ Подтверждает Что это продукт В общем-то Нормальный Хороший И его можно Употреблять А так только На доверии На личном опыте Да Наталья Владимировна Это такой очень Вопрос важный В том числе Для наших телезрителей Ведь Учитывая те тенденции Мировые Которые мы Наблюдаем Вопрос натуральности И качества продуктов Он очень остро Стоит для наших потребителей Как вы можете Охарактеризовать Крымскую продукцию По этим двум Гладным ключевым Характеристикам Ну Основная продукция С которой Больше всего Связана Всей этой жизни Это все-таки Продукция фермосличного Производства Конечно Надо учесть Что фермосличные Растения Они и лекарственные Растения Поэтому При выращивании Фермосличного Сырья Фермосличной Продукции Конечно Нужно Использовать Те препараты Наиболее щадящие Которые Несут за собой Негативных Последствий Для потребителей Естественно Нужно Придерживаться Определенных Рекомендаций При обработке Полей То есть В период Когда идет Переработка На эфирное масло В этот период Уже нельзя Использовать Такие жесткие Химические Препараты И так далее Так что Как и к любой Продукции К той продукции Которую мы Вот непосредственно Может быть Сейчас не потребляем Нужно Тоже подходить Очень осторожно Потому что Это последствия И лекарства Которые мы используем Парфюмерия Косметика Это связано С возможностью Аллергии И всего прочего Так что Здесь тоже Необходимо Соблюдать Определенные Показатели Определенные Требования Дмитрий Юрьевич Вы как производитель Какой у вас Контроль Качества По этим показателям Контроль Качества Это самое главное Вообще В любом продукте И даже Если это Доходит До глубокой Переработки То Если Я как производитель Гарантирую Первичное Сырье То бишь Это Охлажденная Рыба Или Икра То Уровень Переработки Глубокой Он Уже Показывает Качество И если Первичное Высокое А уровень Переработки Недостающего Качества То соответственно Будет думать Что Производитель Не несет Ответственность Или Недобросовестно Относится К своему Делу И так далее И тому Подобное Поэтому Самая Высшая Степень Это Полный Контроль Всего Цикла От Рождения Зарождения Инкубации До Возможности Репродуктивности И до Реализации Уже Конечного Продукта Даже Глубокой Переработки Копчения Соления Всевозможные Разнообразные Деликатесы Которые Имеют Место быть И К тому же О том Что Рыбопосадочный Материал Это самое главное И Где-то его купить Знаете Это только От безысходности Никто не может Гарантировать И никто не будет Гарантировать Качество Когда пройдет Три года А Осетровых Надо ждать Допустим Стерлить Первые виды Которые Не точнее Не первые виды А первые особи Из там Тысячи штук Допустим Группы Они могут Принести Потомство Там На третий На четвертый год В основном А так на пятый Но стерлить Это тоже Не Как сказать Не самое ценное Из Данного семейства А Другие Русский осетр Ну Восемь Десять Двенадцать Лет Надо ждать Для того Чтобы получить первую икру А первая икра Это самый высший Самый питательный Самый Самый ценный продукт Который Вообще Есть И мог быть Как бы В нашем мире Для человека И пусть это даже Не доказано Но Основная Как Особенность Это Сейчас скажу Это Профилактика Онкологических Заболеваний Но Вся суть в том Что нельзя доказать Нет Такого Объема Черной икры Чтобы поставить Опыт И доказать Это на целом поколении То есть это не надо Год Два Пять Это десять Это одно поколение людей Второе поколение людей Которое будет питаться Либо Постоянно Либо Ну То есть это Это все Эволюция Истечение обстоятельств И тому подобное Сами понимаете Да Спасибо большое Алимина Зимовна Вот по критерию Качества и натуральности Соответствуют ли Этим критериям Сельхозпродукция Республики Крым Наверное соответствует Дело в том Что следует Всегда обращать внимание При покупке продукции На срок потребления То есть срок потребления Это вот первый признак того Из чего изготовлен Тот или иной продукт Что касается молочной продукции Производимой нашими Товаропроизводителями Крымскими То в основном Это продукция Из натурального сырья Так как срок годности Срок потребления Очень короткий Что касается Выращенной продукции В растеневодстве Это и фрукты И овощи Да конечно Сельхозпроизводителям Приходится обрабатывать Потому что без этого Ну сложно вырастить Качественный продукт Который будет нравиться потребителю Ну он достаточно качественный И крымский продукт Он благодаря погодным условиям В которых произрастают Крымские фрукты и овощи Они пользуются спросом И на материке И далеко за пределами Крыма Юрий Борисович Да пожалуйста Два слова если Да пожалуйста Да я хотел бы вот о чем сказать Что мы действительно Сегодня говорим На актуальную тему Но мне хотелось бы Собственно такое выражение Которое когда-то было Очень так метким и крылатым Ведь кадры решают все В нашем случае Безусловно Новые технологии Хорошо И если мы даже видим Развитие проблемы Решение проблемы То без кадров Которые владеют Современными знаниями Методами решения Конечно мы этого не сделаем Проблемы Которые в этом отношении Есть на сегодня Первое Специалист Которого мы выпускаем Конечно Должен Вот так Будем говорить Закрепиться В сельской местности Куда он будет распределен А это значит Должна быть Конечно же Программа Государственная программа Поддержки молодых специалистов Мы о ней сегодня говорим Но это еще и Конечно Решение вопросов Инфраструктуры Наших сел Это безусловно Та программа Поддержки сельских территорий Которая должна быть Второй момент Очень серьезный Которым я хотел бы сказать На сегодня Вот бытует мнение Среди людей Что Вырастить Скажем Дерево Или вырастить продукцию Может каждый Вот каждый Взял и вырастил Вот никто не говорит о том Что составить программу компьютерную Или там заниматься Нанотехнологиями Или еще чем-то Вот должны специалисты Да Вот я бы хотел сказать Что конечно Это мнение тоже ошибочное И если делать Решать какой-то вопрос На хорошем Высоком уровне То о чем мы сегодня говорим То эти вопросы Должен решать Квалифицированный специалист А значит специалист Который получил Соответствующее образование Что касается Тех людей Которые мы Наших абитуриентов Будущих потенциальных Специалистов Которых мы сегодня набрали Приемная кампания закончилась Мы можем сказать Что ну как Сложно Очень было сложно Это и требования К ЕГЭ Первый год Это было у нас в Крыму Но это отдельная тема Отдельная передача А в общем-то Хотелось бы о чем сказать Востребована на сегодняшний день Специальности ветеринарии Востребована специальность Землеустройства Кадастры Агроинженерия Продукты питания Растительного сырья Геодезия Дистанционное зондирование Ну а в общем-то Определенные Трудности мы испытываем С набором На специальности Агрономии Это классическая специальность Которой на сегодняшний день На мой взгляд Нужны специалисты По которой Это садоводство На сегодняшний день Мы говорим Что площадь садов Если даже достичь Как мы скромно говорим В 80-х годах Это в 5-6 раз увеличит А чтобы увеличить Это нужны специалисты Которые будут Работать в этом направлении Конечно же Радует то Что мы потихонечку Возрождаем Возрождаем Наше сельское хозяйство И примером того Вот в районе Октябрьского Октябрьского Сегодня мы говорим Это хороший подсолнечник Который растет Благодаря тому Что погодные условия Были хорошие Плюс тому Что занимаются Сегодня этим Очень серьезно Люди Производят Готовую продукцию Растительное масло Но завтра Мы же говорим О том Что мы не сможем Уже в этом месте Посеять подсолнечник И поэтому Нам нужны будут Грамотные Хорошие специалисты Агрономы Я с надеждой Смотрю На возрождение Сельского хозяйства В том Что в первую очередь Кадры будут востребованы Наши кадры Которых мы готовим Какие у вас базы практик? Базы практик У нас совершенно различные Есть И практики у нас Ну скажем По виноградерству Виноделию Это У нас на сегодня Есть базовая кафедра Даже Это тот участок То подразделение Которое нам Очень серьезно помогает Это Массандра Дальше Практику проходят Наши ребята И в Золотой балке И в Коктебеле В Магараче Если это Агрономы мы говорим Это Волуштинская зона Это Степная зона Это та же самая Дружба народов Сады Крыма У нас много довольно Предприятий Которые с нами сотрудничают Но с другой стороны Понимаете Вот чего бы Чего бы нам еще хотелось От производителя К нам зачастую приезжают Специалисты От предприятия И просят нам Дайте нам специалиста Какой специалист вам нужен? Грамотный Первое Имеющий опыт работы Второе Честный Третье Да чтобы Много не требовало Четвертое То есть Вот готовый специалист Которого дайте А мы отвечаем Да мы с удовольствием дадим А давайте сделаем так Вы присылаете нам На обучение Специалиста Целевика Вашего же Доморощенного Который у вас Знает вашу специфику И мы будем учить его Значит В рамках целевого обучения И он будет приезжать К вам на практике И он будет проходить Практики у вас В хозяйстве И он будет Делать курсовые Дипломный проект По вашему предприятию Не просто по отвлеченной теме А по конкретной Вашей теме Которую вы дадите Более того Мы сможем Сориентировать Учебный план Этого будущего специалиста На 30% Сегодня позволяют нам Федеральные стандарты 30% дисциплин Которые скажет заказчик Это будут изучать Будущий специалист Именно эти Поэтому конечно Вы получите специалиста Которого вы хотите Но к сожалению Еще очень охотно Наши представители Предприятий На это идут Хотя есть подвижки Да это большая проблема Не только для вашего вуза Но и для остальных в том числе Николай Дмитриевич Вот пчеловодство Разрешите дилемму Все-таки Это больше хобби Или это полноценная специализация Ну вы знаете Сейчас это уже полноценная специализация Потому что Очень большое количество Подавляющее количество пчеловодов Это у них уже профессиональные Они зарабатывают себе на жизнь Осталось еще такое Пчеловодство У нас называют Пчеловодство выходного дня Где люди работают И они там по выходным Или в отпусках Как в советское время было Я тоже начинал с этого Вот Занимались А сейчас Это действительно такое вот Зарабатывание денег И у нас Пчелопасеки Они в количественном выражении По количеству пчелосемей выросли Насчитывает там 100, 200, 50 пчелосемей Хотя по сравнению С высокоразвитыми Пчеловодными странами Это хобби Потому что там Пчелосемьи Пчелопасеки Или пчелофермы Профессиональные Насчитывают от 1000 семей До 2, 3, 4, 5 тысяч семей Ну у нас вот Пока что такой Уровень Но тем не менее Это люди все такие Знаете увлеченные И если Вот дерево может вырастить Каждый Но пчеловодом не каждый станет Не станет Или там Животноводом Или птицеводом Потому что Самое такое Страшное Это когда Жалят пчелы И все Естественно У всех шок Боятся Все Ну основная Масса тех Которые Очень много Моих знакомых Которые начинали Думали Да вот что там Ну купил там 5 пчелосемей Все Качай мед Продавают Деньги В карманы И все А когда стал Начал сталкиваться Что пчелы кусают У одних аллергия А другие Просто они Боятся Этих укусов Больно Ну и не каждый Вот Выживает Как пчеловод Становится Хотя это довольно Таки интересно И на природе Ты проводишь Время Но тяжелое занятие Алина Зимна И уже подводя Итоги нашей дискуссии Сегодня Какие вы можете Обозначить точки роста Сельского хозяйства На нашей республике Точки роста Это Наверное Все таки Инвестиции Инвестиции Которые На сегодняшний день Вливаются В сельское хозяйство Хочу отметить Что на сегодняшний день 54 инвестиционных соглашений Подписано Между советом министров И инвесторами В сфере сельского хозяйства Объем Совокупный объем инвестиций По этим проектам Порядка 26 миллиардов И за последние 5 лет Уже треть инвестиций Она вложена То есть 9 миллиардов инвестиций Вложена непосредственно По этим проектам Это говорит о том Что сельскохозяйство Постепенно Но развивается Тенденция Есть к росту Мы видим Конкретные подвижки В том же садоводстве В виноградарстве В виноделе И в ближайшие 5 лет Вот 20-25 год Это тот период Когда мы увидим Конкретные результаты И инвестиционные деятельности Ну и в принципе Всей той поддержки Которая осуществляется Сейчас на данном этапе Эффекта Мы увидим В ближайшие 5 лет Спасибо большое За такую важную Интересную дискуссию На протяжении нашего эфира Сегодня шло онлайн голосование Довольно ли вы качеством Крымской сельхозпродукции Да Ответило 1594 И нет 268 человек Действительно Крым богат Не только своими курортами Но и житницами Садами и виноградниками Еще десятками Самых разных направлений Развития сельского хозяйства А нам остается Только преодолевая Все трудности Приумножать Наш достаток Это было все на сегодня Спасибо, что были с нами И до встречи В следующую среду Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok